Многие знают о пожаре 1917 года, когда в пламени исчезла значительная часть Барнаула. Но огненная стихия навещала город не раз и до этого, например, в августе 1864-го. Так на долгие десятилетия горожане запомнили тогда этот пожар, продолжавшийся несколько дней. Начавшись 19 августа, он полыхал больше недели до 28-го. Многие жители, оставив город, укрывались тогда на дачах и в ближайших деревнях. 6 августа 1829 года была заложена Дмитриевская церковь, она же церковь Святого Дмитрия Ростовского, одна из первых каменных в Барнауле. Построена по инициативе Петра Фролова, начальника Колывана Воскресенских заводов, для заводской богодельни. Долгое время, кстати, она считалась и главной церковью студентов. После революции здесь хотели создать художественный музей, но сделали кинотеатр. Потом цирк, а после там разместили спортивное общество «Спартак», в связи с чем и назвали прилегающую площадь, площадь Спартака. Здание вернулось в распоряжение церкви в 90-х годах 20-го века. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Лебустьерском Дальнем Синем море «Бригантина» подымает паруса. 23 августа 1919 года в Барнауле родился Георгий Соломонович Лепский, будущий автор музыки к знаменитой песне «Бригантина». В шесть лет он вместе с родителями переехал в Москву, где подружился с Павлом Коганом, будущим поэтом. В 1937 году они вместе написали «Бригантину». Коган погиб во время войны, а Лепский на долгие годы стал одним из популярнейших советских композиторов, написав более 200 песен. Кстати, в войну «Бригантина» была забыта. Вторым рождением она обязана Юрию Висбору, который начал петь ее в 50-х. Субтитры создавал DimaTorzok